Многие бейчане до последнего не верили в предостережение МЧС. А спустя несколько часов их приходилось эвакуировать с крыш. Под воду ушли 1350 домов. Спустя год семья Сьяновых уже с улыбкой может вспоминать, как почти сутки они провели на крыше своего дома. Как под воду уходили огород, баня и квартиры соседей. Вот холодильник по кухне плавает. Это баллон сам сюда заплыл на раковину. Полгода Сьяновы живут в этом доме. 60 новых квадратных метров вместо 30 пришедших в негодность. Главная гордость семьи – подворье. Здесь у нас есть немножечко сарайки, подсобное хозяйство, и мы приобрели курочек. На каждого пострадавшего от наводнения полагается по 18 квадратных метров. Вот и соседи Сьяновых – муж, жена и четверо детей. Теперь живут в большом доме. Вот самая главная для меня радость – это гараж, яма смотровая. Потому что старший сын у меня механик. Ему шибко понравился тоже гараж, потому что здесь можно все ремонтировать. Однако получить сертификаты смогли не все желающие. Семья Владимира Скакуна до сих пор ведет судебные разбирательства. В Барнауле такое заключение сделали, что дом пострадал не от наводнения, а от старости, износа старости. Степень повреждения жилого дома – 60%. А для того, чтобы признать здание неподлежащим восстановлению, необходимо 65%. Вот за эти 5% и борются. Но этой семье все же удалось получить от государства компенсацию за утрату имущества. Старый дом решили оставить в прошлом, а деньги потратили на первоначальный взнос по ипотеке на покупку новой квартиры. Маруся Загорская, Татьяна Свинаренко. Наши новости.